Мы разочарованы исходом противостояния против Железничара. Если говорить об игре сегодняшней конкретно, то в первом тайме была равная игра, без особо каких-то опасных моментов. Можно сказать, что команды присматривались друг к другу. Понятно, что статус нейтрального поля без зрителей не позволял ни одной, ни второй команде сразу с первых минут играть активно, раскрываться. Поэтому шла такая, можно сказать, разведка. И особо голевых ситуаций не было. Но, к сожалению, в концовке первого тайма мы пропустили на правом фланге хороший проход соперника, осуществил по флангу, сделал прострел в штрафную площадь. И мы забили мяч в свои ворота. Понятно, можно сказать, что недоработка. Но, тем не менее, конечно же, еще оставался один тайм. И, безусловно, я внес коррективы в перерыве для того, чтобы активно начать второй тайм. Потому что 45 минут и плюс компенсированное время – это еще достаточно много времени для того, чтобы изменить ход того, что случилось в первом тайме, то, что мы пропустили. Поэтому во втором тайме мы очень эффективны были действия в высоком прессинге. Мы достаточно хорошо действовали высоко, встречали соперника, заставляли его ошибаться. Ну и, как следствие, мы, безусловно, перехватили инициативу и забили ответный мяч после того, как был назначен пенальти. Здесь, конечно, в этот момент мы почувствовали, команда почувствовала, и я, как тренер, почувствовал, что соперник очень сдал физически. Это было видно, им было очень трудно, очень тяжело. Но и мы, безусловно, хотели добавить для того, чтобы в основное время решить исход этого противостояния в свою пользу. Но, к сожалению, так бывает, что невозможно все закрыть сзади для того, чтобы не позволять сопернику создавать какие-то ситуации. И одна недоработка эпизода. Пропустили по правому флангу проникающую передачу. Ну, я бы даже сказал, что мы недоработали именно в штрафной площади, там, где дали беспрепятственно нанести удар этому парню, который забил гол. Ну, а так, что можно сказать, еще раз говорю, поблагодарил команду за это противостояние. Надо смотреть вперед, уже ничего невозможно вернуть назад. Ну, и соперника, наверное, надо поздравить с проходом в следующий раунд. Очень благодарны то, что футбольный клуб «Карабах» пошел нам навстречу, предоставил нам возможность сыграть на их стадионе, на прекрасном стадионе, где великолепный газон. И здесь удовольствие мы также получили и на тренировке вчерашней предыгровой. И сегодня в игре, безусловно, тоже качество поля. И сам стадион благоприятно сказывался на том, чтобы хороший футбол показать. Поэтому, в целом, еще раз говорю, тут от жеребьевки ничего не зависело. А то, что Баку и Карабах пошел нам навстречу, еще раз говорю, мы благодарны за это, за гостеприимство. Нету, очень прекрасные условия были. И в плане бытовых гостиница прекрасная, питание великолепное. Плюс футбольный клуб «Невчи». Мы же понимаем, что победитель сегодняшнего противостояния попадал на футбольный клуб «Невчи» во втором квалифицированном раунде Лиги Конференции. Поэтому и «Невчи» также пошел навстречу, предоставил нам возможность тренироваться на базе, на также хорошего качества поляк. Поэтому мы никаких проблем не испытывали. Еще раз хочу поблагодарить за прием, за гостеприимство. Я думаю, что тяжело сделать какой-то прогноз. В любом случае, мы от слова совсем не знаем команду «Невчи». Мне, насколько известно, по сравнению с прошлым годом, там, где мы следили немножко за выступлением «Невчи», я лично следил как тренер, по той причине, что там есть белорусский нападающий Егор Богомольский. Он играл у меня в предыдущей команде и, в принципе, очень ярко играл. Поэтому он получил предложение подписать контракт с «Невчи». Только с этих соображений я скажу, что мы следили за «Невчи», в частности, я как тренер. Поэтому, насколько я могу судить, наверное, есть изменения все-таки в «Невчи» по сравнению с прошлым годом. И, конечно, трудно предсказать, кто будет фаворитом в этом матче. В любом случае, я думаю, что «Невчи» сейчас в противостоянии с нами познакомился с «Железничаром», имеет представление о команде по сумме двух матчей. Поэтому хотелось бы, чтобы победил сильнейший в следующем раунде. Наверное, чисто из-за симпатий хочу пожелать «Невчи» проходу в следующий, третий коллекционный раунд. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!